Кавказский заповедник И черкесской, в том числе, и патопонимики Кавказского заповедника И вот там выходила у них книга Называется «Кубанская охота» Автор здесь указан Дмитрий Андреев Это волонтер Кавказского биосферного заповедника Но на самом деле там больше Там еще два сотрудника научных Сергей Трепет и Юрий Спасовский Которые составляли этот сборник «Кубанская охота. Воспоминаниях современников 1888-1909 года» Значит, о чем эта книга? Собственно, это собрание архивных документов О кубанских охотах Что это такое? Дело в том, что у царской семьи В Российской империи была такая фишка Они брали какие-то земли Ну, в Грузии это начиналось В полкуре Там у них был большой участок Который как бы они ограничивали Туда никто не мог приходить охотиться И туда могли только раз в год приезжать Царская семья с чиновниками С какими-то людьми, специалистами Которых они сами собирали И этой группой они там охотились Причем охотились очень узко То есть они лично к императору должны были обращаться Для тем, чтобы взять выписку Разрешение на охоту То есть полноценный заповедник был В котором разрешалось элитарно охотиться И там, грубо говоря, разрешалось Не более трех-пяти животных разных видов Пострелять Остальные должны были свободно там Как бы плодиться, размножаться Их никто не имел права трогать То есть такое своего рода вроде бы охота А с другой стороны охрана природы такая Потому что если брать Кубанскую область То здесь была Кубанская охота основана Она была в пределах Выделена в пределах того же самого Заповедника современного Примерно в тех же границах И была она ограничена там охота Потому что местные жители Они начали варварски истреблять просто Тех же зубров Всю живность Все понимали, с чему это катится И вот таким образом Как бы открытием охоты И запретом остальным охотиться Они ограничили истребление зубра И он действительно Пока охоты существовали Он на себе прекрасно чувствовал это животное И заповедник развивался Значит, Кубанские охоты Начались как раз князья Романовы Братья императора Константин там первым был Кто это начинался Но они первой охотой поучаствовали Потом разные дела Болезни им не позволили И вот Михаил Романов Один из братьев военных Он продолжал эти охоты Почти ежегодно Или раз в два года они происходили Ну, чем ближе к революции Тем реже Потому что Вот эти революционные события Они отвлекали И не могли позволить им часто выезжать Потом Так вот Они раз в год приезжали Охотились И оставляли очень подробные записки О том, как они ходили Все эти маршруты Что видели Где видели Там рассказы Байки Вот эти вот Ну, полностью такой Тревел блок По сути получается Тревел блок охотников Там много интересной Полезной информации О том Как они встречали Там Бывшие места аулов Там какие-то Остатки сельхоз Полей Каких-то Топонимику Они много описывают Такую Которая Впрочем сейчас И исчезла Уже переименовали И встречают они Там и черкесских охотников И у них черкесские проводники Там были В общем Которые тоже Много ничего интересного Рассказывали И вот Проходили эти Охоты В этот период Собственно Книга разбита Как раз по годам Все эти Все полностью Годы Охоты И самое интересное Что в один из годов По-моему Четвертая или пятая Эта охота уже была И потом Подряд на всех охотах Участвовал Вот этот человек Который виден Здесь на фото Справа С края Ну у вас получается Слева С краю стоит Это Касполет Улагай Который В Екатеринодаре Жил Лесничий ревизор Который Дослужился До второго Лица В Кубанской области По делам Земельным И лесничества В Кубанской Ради Он В годы Революции Выступал От лица Адыгов В общем-то Кубанской области Вообще Все горцы И Очень известная Фигура В городе Вообще В области Был Происходил он Из Семейства Улагая Такое большое Семейство В основном Там были Все служилые Которые Из Нанамского Горского Полуэскадрона Натухайцы Часто его путают С еще одним Улагаем Сергеем Улагаем Который Православие Принял И был Офицером Дикой дивизии Известным А Вот его сын Кучук Тоже в Дикой дивизии Участвовал И потом Скорее всего Его забрал Уже от старого В эмиграцию Потому что его Судьба неизвестна Каспалета Улагая Вот Кучук Улагая ушел В эмиграцию В Югославию Потом Помог В Албании Там С отрядом Вернуть Власть Королю Хнэдзогу Стал в Министерстве Албанском В Министерстве Обороны Служить До войны И потом Как-то Завязался С Муссолини И в итоге Эмигрировал В Южную Америку Где был Как ни странно Атаманом Эмигрантской Деревни Дуквадур Ну это Очень отдельная История Значит Что хочется Сказать про книгу То есть В принципе То что я уже Сказал Подробнейшее Описание В принципе Потихонечку Это затухла Охота Потому что Революционные дела Все это Дело Оставили Вообще На десятое место В интересах Царской семьи И Как-то Начались Опять Охота Со стороны Местных Истребления Животных В гражданскую Войну Заповедник Ну вот эти Места Очень сильно Пострадали Особенно Зубры Истребляли По страшному И в советское Время Уже на основе Ну вообще Началось раньше Еще до революции Поставился вопрос Из-за этого Дикого истребления Что нужно Заповедник Устроить В итоге Его все-таки Устроили Но все равно Вот эти Будные годы Повлияли И уже В советское Время Заповедник Развивался Но зубров Истребили И потом Восстанавливали Заново Через Беловежскую Пущу Через Родственников Кавказского Зубра Беларусь Через Белорусского Зубра И Восстановили Популяцию Которая Тоже Еще и страдала Еще Великой Отечественную Войну Потому что Немцы Бомбили Заповедник Этот Вот Но В общем Очень Подробная История Действительно Кавказского Заповедника Этих Кубанских Охот И многим Будет Интересна И любителям Истории Края И Тем Кто Интересуется Топонимикой Частично Местами Бывших Поселений Адыгов Допустим О подробностях Вообще Вот этой Мест Тех Дальних Заповедных Кавказских И Воспоминания Эти живые Действительно Ценные Интересные Поэтому Рекомендую Приобрести Вам Эту Книгу Она На Портале MountainDreams.ru Есть Ну В принципе Можно В поиске Поискать Интернаете Ребята Доставляют Их По краю Так что Если Она Еще Осталась Надеюсь Что Она Осталась Тираж Допечатывают Рекомендую Приобрести И почитать Всем Пока